Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают... 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 Я слышала, что король Регис тоже будет на параде. Пойдем на главную улицу. Так вот он какой. Город, который выстроил Сомнус, выстроил на плоть и крови своих близких. Никто вокруг и не думает о войне, что бушует за истиной. Чему волноваться, когда преграда отделяет тебя от чужих страданий, а? Если сидишь за стеной, можно и не заметить, что вокруг такой большой мир. И это называется нормальная жизнь. А как давно основали Люксис? Не уверен. Две тысячи лет назад вроде. Ого, это ж очень давно. Знаете, страна по-прежнему процветает только благодаря усилиям наших королей. И это статуя короля основателя? Видно, скульптор плохо знал модель. А это значит замок короля. А теперь фейерверки. Будь прокляты боги и их вечные причины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Орден У тебя усталый вид, милый. Все в порядке? Более чем. Боги даровали мне силу и цель в жизни – избавить людей от страданий. Их воля должна быть исполнена. Не бойся, твое рвение заметит. Ты будешь храним богами. Я тоже всегда буду рядом с тобой. Мне кажется, тебя избавят от усталости две вещи. Первая – отдых. А вторая? Это я. Эра, будь со мной всегда. Эра. Эра. КОНЕЦ КОНЕЦ Он живой! Прямо как в древних текстах Кто это? Уведите! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не трогай меня. Текущий отчет. Все в порядке? Понял. Транспортируем субъекты к вам. А мы пока подготовим медицинский отряд. Как там у вас ситуация? Ничего особого. Мы как раз... Здесь отдашуум! Отдашуум. Верните его в камеру. Любой ценой. Этот парень не должна покинуть остров. Хватит. Хватит же. Прекратите. Сейчас же. Хватит. Продолжение следует... 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 Похоже, костюмчик сшит не вручную Не самый впечатляющий вид Не самый впечатляющий вид Ну, присаживайся Боги всемогущие Мы благодарим вас за дары, что вы подали нам Может, поешь? Ну что, нравится у нас? Нет Ты годами был в отключке Нужно время, чтобы привыкнуть Может, я помогу тебе, пока мы обедаем Что это за еда? Это клонированное мясо Клонированное? Мы разработали и вырастили соматические клетки И с их помощью объединяем клеточные ядра с ацитами, чтобы затем... Понятно Хватит с меня этой чуши собачьей Как давно я здесь нахожусь? Двести четыре дня Примерно семь месяцев А вот в Люциской тюрьме ты пробыл много дольше Почти две тысячи лет Было бы странно, если бы у тебя осталось ощущение времени Ты ненавидишь их за то, что они с тобой сделали? Надеюсь, вы исследовали меня с пользой? Да, ты оказался еще интереснее, чем мы ожидали Ясно, зачем тебя изолировали Мощь демона может скрываться в человеческом сердце Просто потрясающе Звездная скверна не истощает твою силу, а увеличивает ее Твои клетки регенерируют сами по себе И ты можешь превращать в демонов других Я не сомневаюсь Ты... Чудовище Нет Я бы сказал чудо Не терпится раскрыть все твои тайны Что вам неинтересного? Чего ты вообще от меня хочешь? Ты же сам ответил Разве нет? Тебя избрали боги Честно сказать, с такой силой ты сам можешь называться богом И нам совершенно необходима эта сила Заручившись твоей помощью Мы сможем закончить эту проклятую войну с Люцисом Ты ведь мечтаешь отомстить королевству, что сделала тебя изгоем? Мечты остались в прошлом Виновный в твоих страданиях мертв, но его потомки живы Неужели в тебе совсем нет жажды мести? Мои чувства не твое дело Пойдем Мои чувства не твое дело Вот он, плод моего труда Ну, небольшая его часть Я завидую тебе Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы действительно суметь познать этот мир Давай, взгляни же Ух Здесь, в центре, мы можем видеть воинов Люцеса и королей былых времен. Я многое разузнал о первом короле Люцеса, но не думал, что он был вторым в очереди. Это иллюстрация к легенде о том, что избранный король рассеет тьму. Если это правда, значит ли, что Люцес однажды собирается покорить остальных? Хм. Их жалкие басни ничто по сравнению с нашей технологической мощью. Только мы можем восстановить порядок. Наверху можно увидеть Оракула собственной персоной. Род Оракула — один из старейших во всем Эосе. Он происходит от эры Мирус Флёре. Только они способны разговаривать с богами. Эта картина изображает Оракула кем-то вроде богини Света. Она могла бы стать сильным союзником, если удастся ее убедить. У границ Рамы можно увидеть Бексатеон. Тут отсутствует бог Огня, предатель, который начал Великую Войну Древних. Возможно, дальнейшее изучение демонов поможет нам постепенно приблизиться к пониманию их божественных антагонистов. Но что, если есть способ объединить противоположности? Если я прав, жуткие создания, изображенные тут, являются демонами. Означает ли это, что они предвестники Апокалипсиса? Если б только мы сумели заполучить их силу. Судьба династии Люцеса – избавить Эос от зла. Если боги на их стороне, то как их одолеть? Это наш мир? По оценкам ученых, Эос образовался приблизительно 4,5 миллиарда лет назад. Древние легенды гласят о шести богах-защитниках, взявших Эос под опеку в древнюю эпоху Сурхеем. В педстале были обнаружены окаменелости, принадлежавшие древним представителям человечества. Есть теория, что люди в Суккарпе открыли огонь еще до зарождения цивилизации Сурхейма. Согласно легенде, бог огня Ифрит одарил своей пламенной мудростью человека, что позже воссел на трон Сурхейма. Считается, что индустриальная цивилизация Сурхейма зародилась в земле Таски и Клейна. Однако, когда именно произошли рассветы и упадок цивилизации, все еще доподлинно неизвестно. Гигантский разлом, являющийся разделом между Клейном и Даской, называется Толпарским утесом. Считается, что именно здесь некогда произошла война астралов. Когда Ифрит попытался испепелить человечество, остальные боги воспротивились, и, возможно, это и погубило Сурхейму. Говорят, что Ифрит, потерпев поражение в войне, был погребен на вершине горы Равоток. После войны ледяная богиня Шива забылась глубоким сном, успокоившись в разломе Гараваса в Бальюбе. По сей день никто не знает, что случилось с богом Клинков, богомутом. Бога Земли Титана можно увидеть в самом сердце Каутесского диска в Даске, поддерживающем метеорит. Что касается бога Молнии Раму, то он, по легенде, замуровал сам себя в провале Фосио в Даске. Богиня моря Левиафан пропала во время войны. Говорят, что она ушла в пучину вод и упокоилась под городом Альтисия. Около двух тысяч лет назад боги наделили сонуса Люцеса Келма двумя дарами. Священным камнем и кольцом. Обладая ими, он основал королевство Люцес. С тех пор прошли века и Люцес расширил свои границы, одновременно сражаясь с паразитической чумой. По состоянию на 722 год трон занимает 112-й по счету король Морс Люцес Келма. Первенцем короля Морса и законным наследником престола является Регис Люцес Келма. Ангел Гарту побережья причала Галдина является необитаемым островом, священным для людей Люцеса. Древние тексты повествуют о чудовище, известном как Адажиум, навеки погребенном там. Но никому пока не удалось доказать его существование. Вскоре после создания королевства Люцес, дом Флеры основал государство Тенебра. В 359 году империя начала оккупацию Тенебры, что поначалу было встречено с большой обеспокоенностью. Чтобы утихомерить протесты, империя сохранила дом Оракула в поместье Фенистала. Это было частично продиктовано политическими причинами. Дом Флеры тесно связан с династией Люцеса. Протекторат Аккорда развился в процветающий союз городов на перекрестье путей морской торговли. В 606 году империя сумела одержать победу в важнейшем битве против альянса Люцеса и Аккорда. И аннексировала протекторат. Его жители привыкли к традициям и культуре, которые несовместимы с имперским правлением, так что империя даровала протекторату относительно автономию. Спустя столетия после основания Люцеса в регионе Уэлтом набралось силу движения за воссоздание цивилизации Сольхейма. Во главе его стоял Дон Альдеркапт, чьи отважные деяния привели к подъему империи Нитрихейм. Империя применила маги технологию Сольхейма в военном деле. Это новое оружие помогло империи одарить врагов и захватить Тенебру в 359 году, а Аккорда в 606 году. По состоянию на 722 год, руководимой Ядоласом Эдеркаптом, империя разрабатывает новое оружие, сочетаемое для тех и демонов. Остатки древней цивилизации Сольхейма все еще можно найти в руинах Петиоса и Стейлифской рощи. Несколько старинных построек также осталось в лесах древней рощи, окружающей башню Косолмарка. В данный момент в этих местах проводятся раскопки. В 501 году во время экспедиции в Уль-Ваат имперская армия обнаружила существ, ныне известных как демоны. Демоны были официально признаны новым видом существ приблизительно 200 лет назад. Однако, согласно древним текстам, люди страдали от паразитической чумы, распространяемой демонами, в течение двух тысяч лет. Демонификация вызвана мутировавшим штаммом плазмодии, который попадает в живой организм и меняет его клеточную структуру. Зараженные выделяют миазматические частицы. Их распространение зовут звездной скверной. Это модель гипсовый слепок, сделанный с полости в форме демона, обнаруженный глубоко под землей. Демоны испаряются, когда прекращается их жизнедеятельность. Так что этот демон должно быть рассеялся после того, как застыла грязь вокруг него. Ученые считают, что он решил спрятаться под землей, пытаясь защититься от солнечного света. Поскольку демоны не выносят солнечного света, они обычно прячутся в тенях до наступления сумерек. Но дажум, однако, иной. В отличие от своих собратьев, он вполне способен выживать при свете дня. Конечно, ультрафиолетовые лучи также губительны для него, как и для других демонов. Но его клетки регенерируют достаточно быстро, чтобы компенсировать урон. Меня будто бы ужалил луч света. Думаю, мне лучше укрыться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адажиум. Так люди Люци созовут чудовище, плененное ими две тысячи лет тому назад. Смертным не сравнится с ним силой. А его тело неуязвимо для любых атак. Неудивительно, что сам король-основатель заключил его на острове Ангелгард. Несомненно, он боялся, что чудовище будет угрожать его власти. Похоже, удача мне улыбается. Хотя люди Люци содержали Адажиума под замком две тысячи лет, я все же сумел выкрасть его. Яростные ветра и бушующие волны могли сломить многих, но море расступилось предо мной в тот день и указало путь. Хотя мне только предстоит провести настоящее исследование, его боевой потенциал многообещающим. Ничто из виденного человечеством не сравнится с его силой. Я верю, это лишь начало моего успеха. Потрясающе, правда? Я полистал древние тексты и не нашел ни одного упоминания о тебе. Я едва верил в твое существование, пока сам не увидел. Мои исследования продвигаются наилучшим образом. Я благодарю тебя. Должно быть, это и чувствуют боги, когда взирают на наш мир. А здесь у нас модель имперской территории. Она включает в себя наши нынешние земли и будущее. Можешь рассмотреть. Тебе нужно увидеть кое-что. Иди за мной. Я обнаружил нечто весьма любопытное на горе Ровоток. Если мои эксперименты окажутся удачными, они помогут добыть информацию, которую ты ищешь. Нам сюда. Это же... Ифрит, он же Инферний. Он крепко спал, как и гласили легенды. Так что мы решили его припрятать. Ты сможешь его превратить... Бога в демона? Угу. Сможешь обратить божество в демона, познаешь тайны, о которых обычные смертные не мечтают. Ты проникнешь в две тысячи лет его воспоминаний и сумеешь превратить его в орудие невероятной силы. Заманчивое предложение, не так ли? Подумай. Эта божественная сила поможет тебе отомстить. Откуда тебе знать, чего я хочу? Неоткуда. Но я знаю, что выбора у тебя нет. Ну что, идем? Идем. Посмотришь на плоды моих исследований. Прошу сюда. Некогда здесь властвовала древняя цивилизация Сольхейма, предшественников нашей маги-технологии. Они могли бы процветать и по сей день, если бы не навлекли на себя гнев богов. А ты хочешь воссоздать их величие? Превзойти его. Вот поэтому-то мне и нужны твои силы и возможности. Но я уверен, что маги-технологии и демоны ключи к дверям в светлое будущее. Люди Люцеса? Как? Кун Ми, Ада Жум здесь. Начинаем захват. Нужна поддержка отряда НИФ? Прекратить переговоры до конца боя. Так вы пришли меня убить, да? Попытаться. Ты ведь хотел бы убить, но война не доволен за мою жизнь, потому что я уже не ушли. И довольно рада, как мое наследие, бумага срыва на солдат, что я предыдущий, брат. Хватит! Девушки отдыхают 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 Боги, ответьте мне, за что вы наказали нас такой судьбой? Эра! Нет, Эра, умоляю! Во имя Богу исполни предназначение орден! Не покарай меня за мои грехи! Эра! Убей меня! Верна, убей ее! Покончи с этим чудовищем, как это сделал я! Я так не могу! Я должен спасать, а не убивать! А, ты спас того несчастного, превратив его в демо! Прошу, Артин! Живи! Я не могу! Ну же, отчего не исполнить просьбу леди? И снова ты не спас ее! Чудовище может лишь губить! Неудивительно! Я никогда не прощу тебя! Чудовище может и не убьет тебя! Но, клянусь, я уничтожу все созданное тобой! Услышьте меня, боги! Я больше не буду умолять вас о прощении! Я больше не следую воле света! Мой путь Лежит теперь сквозь тьму и кровь! Мне больше не нужны приказы! Отныне я ступаю в одиночестве! М闻и! Я же... магитех пехоты. В награду за вклад в эти исследования Орден Эзуни был провозглашен имперским канцлером. Благодаря новообретенной мощи Нифольхейн сумел нарушить равновесие сил, державшиеся более столетия, и заставил Люцис уменьшить границы своего магического барьера. Безвременная кончина короля Морса привела к эпохе нового правителя. Юный регис Люцис Келум взошел на трон. Тем временем Орден начал распространять Звездную Скверну по всему миру, похищая воспоминания людей, чтобы разузнать о королевстве как можно больше. Со временем эти воспоминания слились с его собственными, превратив в темное подобие прежнего Ордена, пока, наконец, не пробил час его отмщения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Проверка связи? Это что, работает? Приветствую вас, жители королевства Люцис. Простите, что прерываю ваше празднество. Но, боюсь, этот радостный день окажется для вас последним. Назовем это Восьмезнием. Лживые короли и злобные народы обречены на гибель. На грехи прошлого нужно платить, и час расплаты как раз пробил. Сегодня вы купите в виду возможную до вас прятками. Кто это? Мы пока не знаем. Противляйтесь, если пожелаете, но знайте, что борьба судьбой тщетна. Кем бы он ни был, он явно наш враг. Оставайся тут. Я покончу с этим безумцем. Ну, что, пора за работу. Внимание всем, говорит проживитель. Вот красный, следуйте приказом ваших командиров, и верните контрольную ситуацию. Черт, его слышно каждое слово. Чуть встать на голове. Это Кларус. Вы смогли опознать существо? Пока еще нет, но мы полагаем, что это дема. Дема? Но как он умудряется выдерживать свет солнца? Пока помогайте эвакуации. А вам как-то разберется с этим гигантом. Так точно, Сар. Королевская м2 мне почти разбита, Сар. Цель все еще движется. И подряд заспути. Держите, дай, появление. Поплижи. Салоба потерял. Ступаю в контакт. Он так силен. Посылаю поддержку. Не дайте ему уйти. Поплижи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Ха, покой нам только снится Теперь наверх Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok